Фильмы, которые зрителям до 16 лет рекомендуется смотреть вместе с родителями. И не чувствовать, что тебя убьют. Даже в то время, когда мы шли, даже было заметно, вот снег бурый. Одной пулей разрываны немецкие. Оба новые ранены. Качается рожь нежатая, шагают бойцы по ней. Шагаем и мы, девчата, похожие на парней. Нет, это горят не хаты, то юность моя в огне. Идут по войне девчата, похожие на парней. Ехали много суток. Вышли с девочками на какой-то станции с ведром, чтобы воды набрать. Оглянулись и ахнули. Один за одним шли составы. И там одни девушки поют, машут нам косынками. Кто пилотками? Стало понятно. Мужиков не хватает. Полегли они в земле или в плену. Теперь мы вместо них. Мама написала мне молитву. Я положила ее в медальон. Может и помогло. Я вернулась домой. Я перед боем медальон целовала. Истории непридуманные, реальные. И от них действительно мурашки по коже. Мы нашли тех самых хрупких, но отважных героев войны. Они спасали чужие жизни, забывая о своих. Анна Шаля ушла на фронт совсем еще девчонкой. Конечно же, добровольцем. Со второго курса Шемкенского учительского института. Из нашего института взяли 10 девушек. В том числе я и себя включила. Я была председателем профкома факультета физмат. Профсоюзный. Закончили мы курсы радиотелеграфистов, которые были организованы в городе Шемкенте. Тогда, в страшные годы войны, главной задачи для юношей и девушек было нет. Не выжить любой ценой, а попасть на передовую, в самое пекло. Анна Федоровна была на линии фронта уже в конце 41-го, под Воронежем. Говорит, что тяжелее всего было отступать. Не только видели. Мы даже не только там увидишь убитого или это. Вот мы когда отступаем, для того, чтобы сохранить армию, для того, чтобы сохранить людей, технику, ехали и, значит, темпом туда, в тыл. А в это время население, люди, ехали на тележках, запряженные коровами, быками. И вы знаете, и кричали вслух нам, прямо по пути. Детские, ну куда вы уезжаете? На кого вы нас оставляете? Вы понимаете? Вот уже там слезы на глазах. Ну действительно. Ну что можно? Как можно помочь? Только вот победой. В ходе одного из отступлений в 43-м, после атаки бомбардировщика, Анна получила тяжелую контузию. Себя пришла только на второй день. Говорит, выжить помогла Вера. Вера в победу и стремление жить. Кто говорит, что на войне не страшно, тот, значит, не знает, что такое война. Вот именно, если это рассказать, то не так доходит. А когда это испытывать, тебе бомбят, то это очень страшно. И вот я хотела просто выразить такое свое мнение. Когда вот бомбят, и ты видишь, что налетят бомбы, летит самолет, и бомбы на тебя летят, то готов грызть зубами землю, чтобы спрятать голову, не видеть глазами и не чувствовать, что тебя убьют. Уезжала я на фронт материалисткой, атеисткой, хорошей советской школьницей уехала, которую хорошо учили. А там, там я стала молиться. Я всегда молилась перед Боем, читала свои молитвы. Слова простые, мои слова. Смысл один, чтобы я вернулась к маме и папе. Настоящих молитв я не знала, никто не видел, как я молилась. Я тайно. Украдкой молилась, осторожно. Потому что мы были тогда другие. Тогда жили другие люди. Вы понимаете? Наура Набиева о том, что началась война, услышала по радио и сразу пошла в райвоенкомат. В школе хорошо стреляла, проходила курсы медсестер. 18-летнего добровольца Мнауру сразу приняли санинструкторы. На фронт уехала уже в августе 41-го. Скоро получила первое ранение при штурме высоты. Противника автоматы и пулеметы с разрывными пулями у наших лишь винтовки. Тогда из 100 человек в живых остались только 9. После второго ранения одной пулей разрывали немецкие. Обе ноги ранили мне. Левый и правый, где вышло, там, знаете, 100 с чем-то грамм мяса выпило. Образовалась такая белушка, глубокая рана. Долго я жила в госпитале. Оттуда я вышла, вышла, потом меня учили. Просилась, даже Сталину письма писала. Просилась и в летное училище, но там отказали, женщин не принимали. Все письма и фотографии Мнаура Набива сохранила. Говорит, что больше всего помогла солдатам, будучи санинструктором. За боевые заслуги Мнауру Макзумовну наградили медалью за отвагу и орденом Отечественной войны первой степени. Самое страшное, самое страшное, знаете, когда в поражении отступаешь. И вот эта смерть. Рядом вместе идешь, и вдруг, вдруг нету человека. Ну, жизнь наша тоже так же. А там, а там это, я же была молодая. Это страшно, жалко было. И это раз. Потом, знаете, я сильно переживала, что отступление наше. Сильно. Почему тут такое патриотическое у меня настроение было. Три раза раненая и три раза контуженная. На войне кто о чем мечтал, кто домой вернуться, кто дойти до Берлина. А я об одном загадывала. Дожить бы до дня рождения, чтобы мне исполнилось 18 лет. Почему-то мне страшно было умереть раньше, не дожить даже до 18. Ходила я в брюках, в пилотке, всегда оборванная, потому что всегда на коленках ползешь, да еще и под тяжестью раненого. Не верилось, что когда-нибудь можно будет встать и идти по земле, а не ползти. Это мечта была. Приехал как-то командир дивизии. Увидел меня и спрашивает, а что это у вас за подросток? Что вы его держите? Его бы надо послать учиться. Молодым, хрупким и нежным девушкам приходилось становиться храбрыми, отважными и стойкими бойцами. Еще в самом начале войны стало ясно, без них не обойтись. В самой гуще событий сначала оказались девушки-врачи, медсестры и санитарки. Несли службу на передовой связистки, телефонистки и радистки. По разным оценкам, во время войны в рядах Красной Армии служили около миллиона девушек, в том числе летчицы, снайперы, репортеры и даже танкисты, артиллеристы и пехотинцы. Первая медаль за отвагу. Начался бой, огонь шквальный, солдаты залегли. Команда вперед, за родину, а они лежат. Опять команда, опять лежат. Я сняла шапку, чтобы увидели, девчонка поднялась. И они все встали, и мы пошли в бой. За годы войны 90 женщин были удостоены звания Героя Советского Союза. Они были готовы к подвигу, но не всегда готовы к армии. Сначала строгая дисциплина, мужская солдатская форма на несколько размеров больше, мужское окружение и тяжелые физические нагрузки. Потом настоящий фронт с настоящей кровью и настоящей смертью. Конечно, мы не одевались, очень мечтали о шелковых платьях и костюмчиках и тушельках на высоких облаках. Но четыре года ходить в сапогах. Сначала обмотки были, а потом уже эти носки нам дали. Были сначала штаны, а потом уже в конце 43-го года юбки, потому что женщин было в армии много. В 91 год Тамара Александровна читает без очков и сама справляется с домашними делами. Графику ветерана Великой Отечественной более чем напряженной. Встречи, концерты и руководство ветеранской организации. А еще у Тамары Максимовой удивительная память. Она прекрасно помнит, что в Москве о начале войны объявили в воскресенье в 12 часов дня и что город очень быстро стал серьезным и собранным. Тамара тогда закончила 9 класс. Молодежь ринулась, которые подвижали как раз призыву в армию. Их просто повестками вызывали и отсылали на фронт. Те, которые не достигли этого возраста, они добровольно шли на фронт. Так и коснулось это и меня. Я только что закончила 9 классов и ребята наши, которые не успели уехать из Москвы на каникулы, мы все пошли в военкомат и просили, чтобы нас взяли обязательно на передовую. Ну, нам многим отказывали, во-первых, потому что кто-то по здоровью не подходил, кто-то по другим каким-то причинам, а по возрасту не подходили. Но те, которые были очень настойчивые, приходили и день, и два, и три, и уже надоедали там. И вот в том числе и я. Тамару Максимову все-таки приняли в добровольце и отправили в госпиталь под Москву, где в то время уже велись ожесточенные сражения. Там она проработала медсестрой до 43-го года. Вспоминает, как раненых привозили грузовиками. Санитаров не хватало, приходилось выполнять мужскую работу. Но трудности юную Тамару не пугали. Тогда все думали только о победе. Самое страшное, когда видишь, впервые, когда видела я вот эти раненые, развороченные молодые тела, или же когда к нам привозили с оторванными либо руками, либо ногами, это было страшно. И даже нам говорили, ну, если уже такое будет настроение у вашего подопечного, раненого, то тогда считайте, что вы на вашей совести ему обещать хорошую дальнейшую жизнь. Даже объясняйтесь в любви, говорите, что вы встретили такого парня, которого будете ждать. В госпитале Тамара Александровна встретила своего будущего мужа. Он был тяжело ранен, и именно медсестра Тамара буквально уговорила хирургов не ампутировать ногу бойцу Красной Армии. Всю войну Константин и Тамара переписывались, а в 46-м году поженились. Пока он слышит, до последнего момента говоришь ему, что нет, нет, разве можно умереть, целуешь его, обнимаешь, что ты, что ты, он уже мертвый, глаза в потолок, а я ему что-то еще шепчу, успокаиваю. Фамилии вот стерлись, ушли из памяти, а лица, лица остались. По данным историков, первый бой советские женщины приняли еще в Брестской крепости 22 июня 1941 года. Большинство из них до этого не держали оружие в руках. Это были жены командиров, связисты, врачи. Девушки столь ошесточенно оборонялись, что противник решил, что крепость защищает специальный женский отряд НКВД. О событиях тех дней рассказывает Габас Жуматов, командир свода управления связи артиллерийского полка. В его подчинении были, конечно, и девушки, которые в ходе обороны крепости совсем не уступали мужчинам в отваге и доблести. Они воевали, конечно, они воевали связистам, обеспечивали связь, особенно проводной связи. Они быстро прерывались осколками вражеского снаряда и вообще быстро. И тогда как мужчина воина восстанавливали связь. В нашем полку тоже было девушки, которые боевали. И малейшие прорывы связи они же бегали по-пластуфски и соединяли связь. связь. Наконец получили назначение. Привели меня к моему взводу. Солдаты смотрят. Кто с насмешкой, кто со злом даже, а другой так передернет плечами. Сразу все понятно. Когда командир батальона представил, что вот мол вам новый командир взвода. Все сразу взвыли. Один даже сплюнул. А через год, когда мне вручали орден красной звезды, эти же ребята, кто остался в живых, меня на руках в мою землянку несли. Они мной гордились. Эти истории они рассказывали десятки раз. Журналистам, внукам, школьникам. И каждый раз без слез не обходится. Перед очередным интервью обязательная подготовка. Пиджак, на котором едва умещаются все награды и несколько минут перед зеркалом. Нина Николаевна Сорокина подполковник медицинской службы в отставке. А нападение врага узнала, когда готовилась к выпускным экзаменам Воронежского мединститута. На фронт отправили не сразу, хотя всегда буквально рвалась добровольцем на передовую. В один из июльских день наш полк был поднят по тревоге. Погрузились, в эшелоны грузовые телячьи вагоны, как их называли. Куда мы поехали, нам не положено было знать. Мы только должны знать номер своего эшелона, если вдруг отстанешь или как. Ну, потом мы узнали, что место дислокации город Камышин, а это недалеко от Волги. Ну, и мы тут поняли, что нас везут под Сталинград в самое пекло. Недавно сформированную дивизию отправили в пеший поход на подступы к Сталинграду. Марш-бросок после назвали походом за смертью. Нина Сорокина была назначена младшим врачом стрелкового полка. Это передний край санитарной службы. Рядом наша пехота, а впереди вооруженный до зубов беспощадный враг. 23 августа 1942 года дивизия наткнулась на танки. Началась настоящая бойня. Когда вступили в бой, дивизия насчитывала 13 тысяч 400. А с 23 августа по 16 сентября месяц не продержали, как нас разбили в пух и прах. И нас вышло, соединились с передовыми частями дивизии, нас вышло что-то около тысячи такие потери были. Девчонки нас было в полку 112 человек. Девочек много погибло? Вот 112 человек, а вышло нас после первого боя под Сталинградом 16 человек. Во время войны солдаты называли Нину Николаевну Мадонной в кирзовых сапогах. Это за неприступный вид. Она спасла тысячи жизней солдат и офицеров. Вспоминает, что только за одну ночь через ее медпункт прошли 300 бойцов. За мужество и отвагу была награждена орденом Отечественная война первой степени, медалями за боевые заслуги, за оборону Сталинграда и за победу над Германией. И там был среди них Сибиряк Саша его звали, я потом знала. И у этого Саша перебита рука была осколком выше локтя и села на кожном лоскуке безжизненная рука. Он не жаловался на боль, только главное говорить. Товарищ воиноврач, неужели отвоевался? Понимаете вопрос? Вот насколько был патриотизм такой, его расстраивало то, что он не мог воевать уже, не мог уничтожать фашистов. Он не спросил, неужели на всю жизнь стал себя инвалидом. Вот так вот этот случай у меня, это первый мой фронтовой пациент такой был. Один раз ночью разведку боем на участке нашего полка вела целая рота. К рассвету она отошла, а с нейтральной полосы послышался стон. Остался раненый, не ходи убьют, не пускали меня бойцы, видишь, уже святает. Не послушалась, поползла, нашла раненого, тащила его восемь часов, привязав ремнем за руку. Приволокла живого. Командир узнал, объявил сгоряча пять суток ареста за самовольную отлучку, а заместитель командира полка отреагировал по-другому, заслуживает награды. В девятнадцать лет у меня была медаль за отвагу, в девятнадцать лет посидела, в девятнадцать лет в последнем бою были прострелены оба легких, вторая пуля прошла между двух позвонков, парализовала ноги, и меня посчитали убитой. В девятнадцать лет у меня внучка сейчас такая, смотрю на нее и не верю. Дитё! Было страшно, но все девушки уходили на фронт добровольно. Обижались, когда их не отправляли на передовую и искренне радовались, когда посылали к самой линии фронта. Было страшно, ведь смерть была на каждом шагу. Я же автомат все на шее 60 путь. Вот такая рамка. Ну, не плакала. Нервная система хорошая, живая. А потом стали они бомбить. Улетает низко, поднимается, опять стускает и бомбят. Бомба-то разрывается. Вот так. Такие-то люди меня спасли. Я, ну, там товарищи наши, конечно, погибли. Помню, отпустили меня в увольнение. Прежде чем пойти к тёте, я зашла в магазин. До войны страшно любила конфеты. Говорю, дайте мне конфет. Продавщица смотрит на меня, как на сумасшедшую. Я не понимала, что такое карточки, что такое блокада. Все люди в очереди повернулись ко мне. А у меня винтовка, больше, чем я. Когда нам их выдавали, я посмотрела на неё и думаю, когда я дорасту до этой винтовки? И все вдруг стали просить. Вся очередь, дайте ей конфет, вырежьте у нас талоны. И мне дали. Те, кто помладше, кого не взяли на фронт, ковали победу в тылу. Совсем ещё дети или подростки не доедали, не досыпали, но не жаловались и продолжали работать. На полях, на заводах и фабриках, часто выполняя мужскую работу. Вера Хоуди из Актобе 15-летним подростком носила почту, ухаживала за ранеными бойцами, или спасала от вредителей посевы пшеницы. Себе не брали ни колоска, ни зёрнышка. Не потому, что расстрела боялись без суда, потому что совесть не позволяла. У бойцов на фронте должен был быть хлеб. Это главное. А сами, сами сусликов вылавливали и ели. Ещё очистки картофельные. Когда отпотралили немножко сусол, потом начали хлеб, колоски собирать, колоски собирали. Почему? Потому что тогда комбайн так не брал, как сейчас комбайны. А раньше комбайна не было, а руками. Там машина едет, быки или лошади тянут. Вот, разогревали, а мы собирали. Вязали варышки сразу, как война началась. Родители пряли, шерсть давали, государство, как ход давал шерсть. В шерсть пряли, ну, варышки вязали, два пальчика, чтобы винтовку хорошо держать. Мы туда записки клали. Кто получил наши варышки или эти валенки. Напишите нам. Сейчас фронтовики и труженицы тыла скромничают. Говорят, выдающихся подвигов не совершали. Всего лишь под шквальным огнем, рискуя жизнью, вытаскивали с поля боя и перевязывали раненых. Или подрев штурмовиков и звуки разрывов снарядов всего лишь передавали сверхважные сообщения по рации. Или руками собирали пшеницу, мололи ее, пекли хлеб, а сами падали в обморок от голода. Это ли не подвиг? И от нас, внуков победителей, им не нужно много, просто немного внимания. И желательно не показного и не только в праздник. Качается рожь нежатая, шагают бойцы по ней. Шагаем и мы, девчата, похожие на парней. Нет, это горят не хаты, то юность моя в огне. Идут по войне девчата, похожие на парней. на парней. Субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok